Порция солнечного лета в самый разгар зимы. Языком танца рязанцам пожелали приятных покупок и не растеряться в таком многообразии выбора. Мебель из дерева тик делают вручную и инкрустируют латунью и бронзой. А роскошные предметы интерьера придадут комнате мотивы восточных сказок. Я только пришел. Ну, мебель меня заинтересовала, конечно. А знаменитые персидские ковры, как уверяют организаторы, наполнят дом душой. Эта выставка в Рязани не впервые и, как всегда, аншлаг. Но я не первый раз просто на этой ярмарке, выставке. Очень, очень. Я сама фанат Индии, занимаюсь йогой, поэтому очень люблю Индию. На продуктовых улицах этого восточного города, конечно же, чай, собранный в горных плантациях Индии. Никаких искусственных ароматизаторов, только натуральные добавки, цветы и фрукты. Представлено огромное количество сортов инийского и цилонского чая. Самый популярный, разумеется, а сам индийский, самый распространенный, но, тем не менее, он считается самым качественным. Также присутствуют дарджилинг и нилгири, то есть три индийских сорта чая, самые главные. Также представлены цилонские, есть крупные листовые, средние листовые, с добавочками, без, на любой вкус и цвет. Любой посетитель может, посоветовавшись с нами, определиться с выбором, своим вкусом и дом наслаждаться чашкой ароматного чая. Здесь есть риск ослепнуть, находясь рядом с ювелирной лавкой. Женщин не оставят равнодушными украшения ручной работы. Серьги, кольца, бусы и броши. Все это может стать приятным подарком на 8 марта. Здесь представлены украшения, то есть полностью все из Индии, как жемчуг, так и камни и серебро в том числе. А все используется спросом. То есть кто зачем приходит. И жемчуг, то есть есть от недорогих изделий, то есть специально для людей, кто не может себе позволить более дорогие украшения, но в то же время хочет выглядеть дорого, богато и красиво. И еще один козырь выставки – изделия из кожгалантереи. Сумки, кошельки, портмоне. Яркие, сочные цвета. Говорят, притягивают деньги. Вот купили кошельки для мелочи. Мне очень все понравилось. Я довольна осталась. Покупку совершили. Загадочная и необыкновенная культура Индии на выставке представлена во всей красе. Одежда из натуральных тканей, хлопка и вискозы, разноцветные платки, палантины и парео. Очень нравится. Убираем. Еще глаза раздержались. А еще натуральная косметика, восточные сладости и различные сувениры. Посетители отметили не только вкус сладостей, но и символичность цен. Уже в первый день работы индийская выставка-ярмарка собрала немало гостей. Ее организаторы приглашают рязанцев побывать в Мире Востока в торговом центре «Премьер» до 4 марта.